Какие изменения ждут российских водителей с октября 2022 года? Все подробности смотрите далее. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочная. Традиционно в конце каждого месяца я рассказываю об изменениях для водителей, которые ожидаются в следующем месяце. Итак, буквально через несколько часов уже у нас наступит октябрь 2022 года. Какие же интересные изменения ждут российских автовладельцев и автолюбителей в этом месяце? Первые изменения – это очередные поправки в правила ОСАГО. Речь идет об указании Центробанка номер 6038У от 21 декабря 2021 года. В положение этого указания вступает в законную силу с 1 октября 2022 года. Какие же изменения ждут сферу ОСАГО с 1 октября? Одно из существенных изменений, предусмотренных этим указанием ЦБ, это то, что при продаже автомобиля его предыдущий владелец будет обязан уведомить об этом о смене собственника в свою страховую компанию. Ранее это было лишь правом автовладельца. Он мог воспользоваться им при расторжении досрочного наговора ОСАГО при продаже автомобиля и возврате оставшейся части стоимости этого полиса. Теперь же с 1 октября все автовладельцы, продающие свой автомобиль, будут обязаны информировать страховую компанию. При этом что же будет, если этого не сделать? В этом указании ЦБ не прописано. В дальнейшем, получается, будут возможны два варианта развития событий. Первый вариант это то, что человек при продаже автомобиля расторгает действующий полис ОСАГО и возвращает себе часть его стоимости. Второй вариант, который появляется новый, это то, что полис ОСАГО он, получается, передает вместе с автомобилем. Соответственно, новый владелец автомобиля будет обязан переоформить на себя этот полис ОСАГО. И если при этом будут меняться различные данные, к примеру, его прописка другая, либо у него там коэффициент бонус мало с другой, то, соответственно, в этом случае будет производиться еще и перерасчет стоимости полиса ОСАГО уже для нового автовладельца. Вторая интересная поправка, которая предусмотрена этим указанием ЦБ, это то, что у страховщиков появляется возможность автоматического получения информации из базы данных о смене госномера транспортного средства. На сегодняшний день я напомню, когда вы ставите на учет транспортные средства, у вас на руках уже должен быть оформленный полис ОСАГО, хотя при этом госномера у автомобиля может еще даже и не быть. Соответственно, по действующим правилам ОСАГО в течение трех дней после получения либо после смены госномера вы обязаны уведомить об этом официально свою страховую компанию. Теперь же с 1 октября, получается, страховой компанией получит право запрашивать эту информацию из базы данных. Однако, опять же, здесь нужно понимать, что это всего лишь право, а не обязанность всех страховых компаний. Соответственно, даже когда эти поправки вступят в силу, я бы на вашем месте после получения либо после смены госномера все-таки дополнительно позвонил в страховую компанию для того, чтобы убедиться, что они в автоматическом режиме получили эту информацию об изменении госномера. Еще одна поправка – это прекращение досрочной полиса ОСАГО в случае гибели или утраты транспортного средства. Согласно изменениям, с 1 октября для того, чтобы по этой причине расторгнуть договор ОСАГО, нужно будет предоставить документы из ГИБДД. То есть, это справка госавтоинспекции, которая подтверждает прекращение регистрации автомобиля в связи с его утилизацией. Еще одно изменение – это то, что автовладельцам в случае ДТП при обращении за выплатой по ОСАГО не нужно будет дополнительно писать заявление на осмотр или на независимую экспертизу транспортного средства. Соответствующая поправка вносится в бланк заявления на выплату по ОСАГО. Таким образом, получается, вы пишете один раз заявление на получение выплаты, и уже в этом бланке заявления будут прописаны варианты, по которым страховая компания будет вас уведомлять о назначении осмотра либо экспертизы. Возможно, будут три варианта. Первый вариант – это уведомление по электронной почте. Второй вариант – это уведомление придет в ваш личный кабинет на сайте страховой компании. Третий вариант – это вы получите уведомление непосредственно в офисе страховой компании, то есть по месту нахождения страховщика. Соответственно, когда вы будете писать заявление, вы сможете в одном из трех этих вариантов поставить галочку, какой вариант уведомления будет для вас более удобным и простым. Еще одно новшество по ОСАГО с 1 октября – это то, что направление документов для возмещения по ОСАГО по почте будет также включено в стоимость ущерба, то есть этот расход будет брать на себя страховая компания, а не вы. И последняя поправка в этом документе – это то, что исключается обязанность водителя после ДТП указывать данные контактные свидетелей, которые стали, соответственно, очевидцами аварии. С 1 октября эта обязанность исключается. Кстати, если вам нужно купить или продлить полис ОСАГО, вы можете воспользоваться ссылкой в описании под данным видеороликом или QR-кодом на экране. Там у вас появится возможность сравнить все актуальные предложения по ценам и выбрать наиболее подходящий для вас вариант. Второе изменение, которое вступает в силу опять же с 1 октября 2022 года, его буквально на днях анонсировал в Казани глава ГИБДД России Михаил Черников. Он рассказал о том, что с 1 октября планируется запустить эксперимент по электронным водительским правам. Я напомню, с прошлого года такой же эксперимент проходит по электронным СТСкам. На сегодняшний день их в качестве эксперимента можно показывать не в бумажном варианте, а загрузив в электронное приложение под названием «Госуслуги авто». Однако, что и с СТСкой, что и с водительским удостоверением, пока что это всего лишь эксперимент, поэтому даже когда это все будет запущено в ближайшие дни, никто из ПДД не исключает обязанности иметь при себе оригиналы соответствующих документов. В дальнейшем же, опять же по словам Черникова, уже готовятся соответствующие поправки в ПДД и другие нормативные акты, которые позволят использовать водительское удостоверение и другие документы водителей в электронном виде наравне с бумажными оригиналами. То есть, когда эти поправки будут внесены, у вас будет возможность предъявлять как обычный бумажный оригинал документа, так и его электронную копию. Оба эти варианта будут равносильны. Следующая поправка, она вступает в законную силу 4 октября 2022 года. Речь идет о новых ценах на техосмотр. Согласно последнему приказу Федеральной антимонопольной службы, утверждена новая методика оценки стоимости проведения техосмотра для автовладельцев. В этой методике прописаны конкретные минимальные варианты стоимости для разных транспортных средств, а также прописана методика осуществления расчета максимальных предельных значений тарифов на проведение техосмотра уже для конкретно регионов России. Что касается минимальных значений, к примеру, для легковых автомобилей, это значение составит 913 рублей, то есть меньше этого техосмотра стоить уже не будет. Согласно тексту этого приказа, до 20 декабря каждого года будет формироваться стоимость техосмотра на следующий год. Соответственно, новые цены будут вступать в силу уже с 1 января следующего года. При этом до 1 июля каждого года операторы техосмотра будут иметь право предоставлять в органы власти свои расчеты по расходам, которые они вкладывают на проведение техосмотра, по уровню своих доходов и так далее. И с учетом этой информации будет ежегодно индексироваться стоимость проведения техосмотра для автовладельцев. Понятное дело, что речь идет о повышении цен, а не о снижении. И последнее изменение про октябрь, про которое я хотел рассказать в этом видеоролике, это новые справочники средней стоимости за частей восстановительных работ и материалов по ОСАГО. В этих справочниках прописаны средние цены, которые используют страховщики при расчете стоимости восстановительного ремонта после ДТП по ОСАГО. Я напомню, изначально эти справочники должны были заработать еще с 19 сентября 2022 года, но 11 сентября вступили в силу поправки, согласно которой на сегодняшний день страховые компании могут применять при расчетах стоимости неоригинальных запчастей, если оригиналы отсутствуют на рынке России, либо доставить их невозможно по доступной цене, либо соответствующие установленные законом сроки. Именно поэтому в самый последний момент принятие этих справочников отложили и после 11 сентября 2022 года их начали обновлять уже по новой методике с учетом в том числе неоригинальных цен на запчасти. Именно вот эти новые справочники должны вступить в силу с 19 октября 2022 года. Применение цен неоригиналов имеет в себе, как обычно, и плюсы и минусы. Плюсы – это то, что, возможно, ожидается, что это позволит сдержать рост стоимости на полисе ОСАГО. То есть две эти величины между собой всегда связаны. Если увеличиваются выплаты после ДТП, то вслед за этим растет и цена полиса ОСАГО. Соответственно, минус здесь обратный – это то, что в случае ДТП, если у вас цены были посчитаны по неоригиналам, не факт, что этой полученной выплаты от страховой компании хватит на полноценный качественный ремонт после аварии. Вот такая вот информация. Надеюсь, это видео было для вас полезным, интересным. Что вы думаете по поводу этих изменений, своим мнением вы традиционно можете поделиться в комментариях под данным видеороликом. Спасибо, что досмотрели его до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok